Добрый день, добрый день, друзья. Снова мы в эфире. Радио Шарк начинается передача. Об этом нельзя не рассказать. Честь, шалом православные. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Всем привет. Сегодня тоже такой замечательный день. Ну, может, менее солнечный, но тоже интересный. Вот так вот бывает. Ходишь, ходишь, тебе понимаешь. И настроение хорошее солнце на улице. Душа радуется, правильно? А все время солнце как-то внутри людей. Да, да. И ты какой-то вот идешь и себе там чуть ли не прыгаешь, потанцовываешь, идешь себе танцуя, танцуя, вот радуясь как-то. А потом думаешь, вот и все люди вокруг улыбаются, радуются за тебя, что ты вот такой вот. Но некоторые, некоторые, да, идешь, да, сразу приподвы подверг, там, идешь какой-то там. Радостный, довольный. Да, прести дежитатор какой-нибудь. И в одном. Тут двойка. Двойка, да. Три в одном, Моховь. Ну, так у вас тогда мощная тройка уже получается. Вы сегодня тройкой? Да. Двойка. Окей, значит, тогда вот люди, которые вот в какой-то нерешительности вот такой ходят, себе мучаются и думают, как бы себя занять, то они могут к вам обратиться. Легко. Как бы себя занять и оздоровиться заодно. Да. И заняться чем-то очень интересным и красивым. Да. Да, я сейчас намекаю на фламенко, не только на стакан. Да, можно даже, например, легко обращайтесь к Алексею Гелко. Можно вот такое тоже. Ну, фламенко-то ко мне, потому что там, ну, вот страсть должна быть, вот этот темперамент, вообще где-то, и кастаньетами там можно, и юбка, и розы, и там всякие, где-то, всякие тряпочки одеты. И вообще можно выйти и погадать там, и денег заработать. Ну, карты Таро такие должны были быть большие. У нас вообще-то все просто. Значит, классный гей-гей такой. Да, замечательно. Ну, классно. А какая премьера у вас будет? Вот мы что-то начали говорить об этом, но я не всего понял. Это вот у тебя больше всего. Так всякие там премьеры, вот если приходишь там на спектакли, и там вот премьера будет «Лысая певица» 31 октября в «Домиклоунов». Да, интересно, такие актеры будут играть, я не буду рассказывать. А «Лысую певицу» кто? Можно? «Лысую певицу»? Та-дам! Все артисты, там певцы. И лысые при том. И все лысые такие. И танцевать еще. И танцевать будут, и петь будут. «Лысые ловицы», да? Да. Да. Еще один пектакль готовится, но пока я об этом не буду говорить. Это будет в секрете. Но скоро, в ожидании все, в ожидании надо. Он такой особенный. Да, особенный. Там есть такие особенности. О, это вообще норме. Отлично, будем ждать тогда, классно. Ждите. Да. Да. Хорошо, значит, тогда мы... Что у нас такого было интересного в мире? В мире были какие-то тоже небольшие, мы тут пару-тройку надо... Можно вспомнить о том, что про белку и стрелку знают все, которые летали в космос. А оказывается, в 63-м году, 18-го октября, была кошка в космосе. Ух ты. Да, да. Вот она там хотела родить котят, но не успела. Родила все-таки на земле. Да. Так что вчера был же день рождения Жан-Клода Ван Дамма. Вот кумира Олега Немцовича. Я его вчера вспоминал как раз. Да. А я думаю, что-то так на него сегодня похоже. Да, да, но вот постричься. Постричься, да. Да? А, класс. И растяжка же такая. Да. Жан-Клод Ван Степ? Да. Жан-Клод Ван Степ. Ван Дамма. Не, я не дам, ты дам. Ты степ, я степ, шем-шем, тем-тем. Вообще красиво, да? Можно степ такое сделать? Ван-та, та-та, не дам. А дам, а дам, вадам, а дам. Ой, господи. Ван Дам. А дам, ван Дам, да? Ван Дам. Ну, хорошо. Окей. Так, значит, еще для любителей жилетов, может, такую небольшую, эту самую. Значит, 15 октября 1666 года британский король Карл II впервые надел на себя жилет, и с того времени он вошел в моду, и до сих пор в моде жилет. Так что, кто любит жилеты, аж с тех времен... Какой у них жилет? Необычный. Бритвенный. Бритвенный, да? Да. Намазался пенкой вот это его. И жилеточкой попрыгнулся, да. Ну, хорошо, замечательно. Тогда переходим к нашим новостям курьезным, и начнем. Начнем. Значит, тогда вот, когда я расскажу вам о британке, такой вот интересной. Британка не смогла пройти пробу на алкотестер из-за накачанных коллагенов губ. 20-летнюю жительницу британского города Манчестер, Скарлетт Харрисон остановила полиция, заподозрив работающую косметологом девушку в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Скарлетт предложили пройти пробу на алкотестере. Мисс Харрисон попыталась это сделать, но не смогла из-за накачанных коллагеном губ. Британка, предпринявшая четыре тщетные попытки, заявила, что ее губы слишком велики, и она не может должным образом обхватить ими трубочку. Полицейские, однако, в это не поверили. Они решили, что Скарлетт просто пытается уйти от ответственности. Сама же она утверждала, что виной всему медицинские причины. Тем не менее, суд признал девушку виновной, ей запретили водить машину. В течение ближайших 16 месяцев оштрафовали на 310 фунтов стерлингов. Вот такую вот девушку, да, это около 11 тысяч гривен на наши. Скарлетт Харрисон ранее снималась в британском телевизионном реалити-шоу «X One The Beach». Вот такая вот новость. Мне нравится «X One The Beach». Да, да. Секс, в смысле? Нет, примерно 5. Ну, мы пропустили. Да, отвалилась, отвалилась вначале, да. В общем, тут такая ситуация непростая, да. Вот как бы, как она могла взять и не взять эту трубочку, как она не обхватить. Вот настолько тяжелые губы оказались. Или там такие трубки... Она не в том месте просто сделала операцию, ей просто неправильно их сделать. Ну, да, да. В смысле, ну, да. Не исключено. Ну, как из вариантов, да. Она сказала, что губы слишком велики. Она не сказала, что трубочка слишком большая и не помещается. Ну, да. Я уже стесняюсь спрашивать про чупа-чупс, если ей вдруг захочется. Ну, да. Как? Просто покушать хотят? Да, вот девушка любит... Как, если трубочка, алкотестер... Да, чупа-чупс, например, взять и на усладу себе доставить удовольствие. Но не получится, если такие губы получаются. Ну, это вообще... Да. Так что, друзья, будьте как-то дальновидными и... Да, и не пейте за рулем. Вот тут написано, состояние алкогольного пьянения не надо. Правильно, не пейте. Делайте губы, какие хотите, но при этом не бухайте. Потому что вас могут остановить и дать вам большой алкотестер, который вы не сможете обхватить губами. Это будет... Большое специальное... Занимайтесь спортом. Чечеткой занимайтесь. О! Ладно, Янек, а вот это вот... Вот это самое главное. Не обязательно такими губами отбивать чечетка. Ну, да. Ну, это как на зубах есть. Так, тогда они разровняются, и все придет в норму. Да, она и кушать сможет, и пить бульончики, и почут. Я же говорю, что она не в том месте, не то, что сделала операцию, она живет даже не там. Она не знает просто о нас, на доске как-то случится. Да, ну мы ее найдем. Найдем. Мы этого так не оставим. У нас руки длинные. Она на пляже там, да. Хорошо. И умеет. Так, следующая новость кто хочет? Я вот. Ана! Так, пожалуйста. Мне чуть читать, да? Ана, читай. Сейчас. В. Веселая вакансия. Ищем дегуста, дегуста, тура, конопли. Наркоманы еще, таким словом, да? Да. Ищем наркомана. Ой, не могу. В канале еще кандидата. Сюда пусть позвоняют. У нас тут стоит достаточно. На необычную должность. Ой, это, 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 это. Это не надо. Это другое. У, требуется знаток-эксперт в области курейтер конопли. О, я знаю парочку, что есть. Да пусть они мне звонят. Тут только парочку, и все? Да. Это нас хватает. Я что-то знаю больше. Да. Ой, сейчас соберусь. Компании сообщили, что какая-то кучилиша. Чай. 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 Четов сотрудника ищут на полный рабочий день. О, это надо нашу погругу. Да, вот ты понял, да, в кого? Однако количество трудовых часов в месяц не должно превышать 12. Ого, ты понял? Это же не в день. Силета, учитывай, ладно, подожди. Отставляй, замерка маленькая. Почти, смерка. А о чем статья была сейчас? Ага, про вот это. Требования, которые были выдвинуты по отношению к соискателям, в отрасли, все прецеденты на вакансии должны быть старше 19 лет. Сколько открываться? Ах, господи, для живущих в Вальверте и КВБ. Чего как? В, 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 В. В, 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 В. Порог снижен на год. Закрываются кавычки, запятая. Скобки. Скобки, да. Любовь к... 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 Еще раз. Не волнуйтесь, не волнуйтесь с курением конопли. Крикак. Курение к... 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 Конопли и... Отсутствие проблем с... Пу-пу. 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 Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Я тебе говорю. Публичное употребление. за час такой работы обещают платить до 50 канадских долларов более 1000 гривен я бы поработал чтобы составлять более объективно мнение различных видов сортах теста тесто там же требуется еще потом эксперты после вот этих экспертов там новости было написано причем там указано что вот эти эксперты сверху дополнительные они должны будут оценивать впечатления первых экспертов и очищать их от субъективности то есть первые будут субъективные вторые пыхнут в два раза больше и станут очень-очень объективными ребятами да будут смотреть видеоролики которые те первые там мы снимаем это опасная работа ты видишь как бы почему опасно некоторые испиваются тут можно скуриться нет не больше 12 штук не более возрастные требования уже попадаем нам старше девятнадцати на двоих если баллотироваться от кубе бека эту работу не махар вот это мне понравилось попускает хорошо да так видишь что николай вы отпустили эту парочку в канаду на работу да чтоб немножко отдохнуть пускай курят что хотят да что вам канада сделала они там весь твбк разнесут они же не такие резистентные эти канадцы у них плитка не такая крепкая как в одессе не и разобьют там вот мы ее застучили до смерти застучат ее полностью потому что вас выгонят оттуда раньше да ну хорошо дальше николай какую новость вы прочтите что вам нравится да выбирайте мне понравился китайцы о давайте оригинальный малый застрявшему в туалете китайцы понадобилась помощь спасателей неужели китайцы какие-то не самостоятельные ну в некоторых ситуация инцидент произошел в городе сянь-янь мужчина уронил купленную на ужин рыбу в туалет попытался ее достать и застрял соседи вызвали спасателей по словам китайца он купил рыбу и принес домой после чего она выпадала у него из рук угодил прямо в унитаз какая вредная рыба может он ей просто ну не понравился она думает ну сейчас я сюда так он залезет застрянет вызову спасателей нормально и пацаны приедут так как терять ужин мужчина не хотел он засунул правую руку ой ой я думаю что может что-то другое по плечам целиком сливное отверстие и попытался поймать ее как удочка на крючок ну сделал без червя однако через несколько секунд понял что он не может двигать рукой или с чем-то другим орудиям потому что что-то мешает как обычно танцору что мешает сережки да и соседи вызвали на него спасателей я понял это была середка по прибытии экстренной помощи унитаз был сломан с помощью молотка и дрели поймать рыбу мужчине так и не удалось вот такая вот новость соседи не пострадали да скандал просто как он мог вот с рыбой оказаться в туалете вот вопрос он уже так проводил экскурсию этой рыбе показывал свою квартиру например полностью а подходя к туалету у нее созрел план уже победа не надо так буквально все воспринимать может это имелось ввиду типа там ну рыба моя пришел какой-то леди китайской а как она пролезла в унитаз а может она ему холюциллогенов я специально головой засунул а может он покурил просто из канады только вернулся понимаем он перепутал все ну да а может он не китайцы а канадский турист оказался который там роняет рыбу во все который тоже только приехал с родины в китай и у него уже наверное не первый случай интересно как соседи догадались спасателей я вот представляю как он орал там да а соседи может увидели его руки уже в себя это что-то лишнее это что ему мешало не а может он просто таки поймал эту рыбу там в горшке схватил ее а кулак уже обратно не прилазит а он не сообразил что надо разжать руку тогда можно будет ее достать а соседи в своем унитазе видят эту руку которая кричит руку вызовите полицию они могут видеть руку они же такие маленькие китайцы я знаю они вообще не знают чем он доставал это неправильно это были милые ноги китайские ноги не раз его ногами и может быть соседи увидели в своем унитазе его руку вызвали спасателей для себя да рыбу забрали соседи уже пока его спасали они уже пожарили рыбу и съели не пожарили и подарили а ну да он же хотел ее спасти селедку пожарили а там практикуется да и мама жарьте жанге рыба будет да окей да будьте осторожны друзья вот именно с китайцем или с рыбой вот если вы держите в руках рыбу не ходите в туалет просто находитесь на кухне и готовьте это так что такие вот у нас алик анатольевич давай ты какую-нибудь новость я могу новость да французская новость французская французская новость французская новость про французов смотрите а потом выдавливает две недели выдавливает это ж вообще мужчина выдавал себя за врача в больнице французского Бордо французская Бордо это какой-то город по меньшей мере две недели да по меньшей мере две недели прежде чем его задержали полицейские две недели выдавливал куда же там держали какой же там врач у меня уже какой-то рисунок рисунок значит французская популя таз китайца рыба француз тоже вернулся он был вторым экспертом главным француз в возрасте около 500 лет аж 50 лет островый француз имя которого не называется ну да не называется имя может это был совсем не француз но во Франции француз без имя не француз украл одежду врача здесь не войдет украл одежду врача и стетоскоп стетоскоп врача и одежда ааа который выслушивает и по меньшей мере две недели выдавал себя за медика в больнице пелигрин ну да извините за мой французский когда коллеги что вы еще разумеется задавали ему вопросы он рассказывал что пришел из другого подразделения подразделения там все концов он был замечен службой безопасности больницы задержан и помещен под стражу ну вот буквально конец истории но тут еще два абзаца на допросе задержанный признал свою вину или вину вина объяснив что нуждался в признании надо нож и накурился он также сказал что всю жизнь не стал но стал стать медиком в жизни читал и тем и тем пациентов с которыми взаимодействовал врач или это покурили установить не удалось ну это ж вот с первой новости все пошло а со второй твоя новость она была стартовая просто сегодняшняя я понимаю пациентов с которыми взаимодействовал врач так сказать установить не удалось в настоящее время он отпущен из-под стражи однако впереди его ждет судебное разбирательство по делу это козел отпущен попался голубчик попался он мне туда просто свернул вот этот француз ну да нельзя выдавливать из себя врача не делайте это никогда не делайте да может наверное его в хирургии задержали так бы он еще полгода наверно мог бы там ходить с фотоскопом а почему в хирургии ну там уже ну это я так думаю могли бы его вообще не обнаружить он просто ходил бы себе там и насмотрелся сериала и ходил бы как доктор с палочкой вот это где мой век один ну да вот эту штуку бы и делал ну интересно обычно люди симулируют и хотят стать больными и лежат в больнице а тут именно доктором решил стать человеком изобразить это редкий случай слушай ну может быть он до этого как раз выдавливал пациента из себя просто никто об этом не знает сестюрите не обнаружили лишнего пациента они обнаружили лишнего врача объявление хотите да смотрите объявление звучит таким образом хороший хирург поможет плохому танцору можно смеяться да это жестко будет а если это молодой и неопытный он так будет делать опять не получилось а есть еще один анекдот мне вчера рассказал директор студии мультипликации приходит мужик с гвоздем в голове вот здесь вот с гвоздем приходит и говорит доктор ну помогите же он говорит ну доктор ну знаете такая операция будет стоить 300 долларов о простите у меня только 150 но могу загнуть и гвоздь и матом можно так чтоб не лежал да хорошо хорошо тогда мы решим музыку а потом ты тогда будешь да музыкальная тогда музыкальную паузу давай манучао кофе чай манучао 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 мегустас ту не нравишься ты там и так далее чтобы все вот это ходили и почаще слышали мегустас отчитались так кому водички есть водичка есть смотри не спасибо у меня есть копилёк мой да радостный хэппи кофе так ну хорошо а кофе завтра с канады привезу кофе с марихуанами марихуанами кофе а сейчас микрофон не работает все работает все работает не ну я имею ввиду как бы запись вот идёт где-то а а да а я извиняюсь конечно но тем не менее приходит мужик а ну и спрашивают у врача у доктора я тоже кстати врачебина работает ой доктор доктор как мои анализы я знаю что они работают не работают правильно а зачем мы работаем сейчас мы будем мы кино снимаем сейчас у нас манучао еще раз раз два три за два три поехали дубль два три приехал доктор а доктор как мои анализы оОО пациенту у вас плохие анализы ужасно, очень плохие очень как вообще говно аккарт да это нен justice не он ну да некоторой Rich veil text да да в зависимости от того как его употреблять. Особенно, учитывая то, что анекдот смешной и даже форматнее. Так получилось. О, мне нравится про китайцев в трусах. Илья Николаевна, это ваша история, читать китайские новости. Только китайцы в трусах. Найдите меня. Потому что в моей парадной живут китайцы. А в какой парадной живут китайцы? В каждой парадной нашего города. Одна семья. Человек 70? Плодовитая? Я имею двое детей, но зато к ним очень много других китайцев. Человек 70, да. А вы их путаете, наверное, потому что все одинаковые. Эти родственники, которые не могут. Я имею в виду, это длительный яд, хороший. Вы ему на спине, наверное, белую полосу нарисовали. Заключайте, я достану. Он всегда здоровается, чем так. Да? О! Так, здоровается, срывается. Нормально, да? Не, китайцы не хорошие. Хорошо, знают уже русский язык. Так они вас скоро научат. Жена красивая, у него китаянка. Давайте их научим бить чётко. Что они это? У них, наверное, жены нет. Там, где, наверное, полщины, наверное, надо попить. А там они ею. Он китайский. Так что, Светлана Ирина, пойдём на танцы учиться или нет? Обязательно. На танцы? А? Фламенко или степ? Вы понимаете? Фламенко. И тот, и другой танец подлевает жизнь. Я думаю, Фламенко тебе бы подошёл танец. Там столько страсти. Да. Всё. Договорились. Я говорю, всё. И тот, и другой танец подлевает жизнь. Да. Чистое здоровье. Да. Класс. Да. Вот здорово, да. Вы в форме. Хорошо. Продолжаем, продолжаем нашу передачу. Об этом нельзя не рассказать. Музыкальная пауза завершилась. И следующую новость прочитаем. Об этом надо рассказать. Да. Об этом уже вообще нет сил уже молчать. Олег Анатольевич, расскажите какую-то новость такую вот. С Божьей помощью. Ну, что-то неведомое в заголовке какая-то страна. А, заголовок. Мне непонятно, что. Глава регионального пенсионного фонда одной северной страны. Угу. Это понятно. Какая даже? Это Швеция? Финляндия? Нет. Дания, Норвегия? Нет. Исландия. Россия. А что же это? Россия. И вот этот глава одной северной страны, предлагавший работать до 80 лет, умер, не дожив до 60. Вот это класс. Это чёрный, чёрный такой, чёрный антиреклама. Не успел. Да. Вот эту новость надо объявить нашим депутатам и всем, которые хотят продлить пенсионный возраст. Пусть они знают, что с ними может случиться. Надо в назидание, в назидание, да. Не дожить до 60. Но этот скончался в аэропорту. А вы имели ввиду, как им объявлять? Вот я думаю, правильно будет так. Так, вот когда оно на виллах уже, и оттуда так последний взгляд на тебя бросает, и ему сказать вот это, не надо так делать. Ни зачем? Ни зачем это ни к чему никому. Ну, ну ещё дальше. Значит, в одном из аэропортов, столицы холодной страны, опять загадки. Да. Скончался глава Карельского пенсионного фонда Николай Левин. Активно выступавший ранее за идею о том, чтобы россияне, ну вот всё понятно, работали как минимум до 80 лет. Вот так вот. Он, по-моему, всех, да, или многих. Ели больше оздоровительных котлет и работали до 80 лет. Как сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска, Левин скончался в возрасте 59 лет, не дожив до старого возраста выхода на пенсию в 60 лет. Ну, такая вот хохма. Курил, наверное, много, такой эксперт. И барбопии. Мне кажется, что если бы он курил, то он бы какие-то более разумные идеи выдвигал бы. Вот эту чушь, давайте до 80-ти все будут работать. Ну да. А так бы покурил, выпил, ну что-то более интересное сказал бы. Ну, слишком он, наверное, ратовал за это. В общем, товарищи. В следующем рождении пожелаем ему быть разумнее. Да. Или как-то более жизненное, да. Покури разок там, другое. Ну да. Зачем ты вот это вот бежишь впереди паровоза, понимаешь? А я вот хочу следующую новость прочитать вот это по поводу танцев. Ага. Только быстрее читай. Да. Вот когда человек танцует, это, конечно, он и по-другому выглядит, и действительно мозги хорошо работают, и ты постоянно в движении. В желудок хорошо работает. Все хорошо работает. Все-таки я танцую, получается. Да. В любом случае. Любое танец, неважно, да, какой стиль там. Движение, вообще любое движение, тот же фитнес, плавание. Сальса, например. Неважно. Ты даже если ходишь много, какое счастье, кстати, что у меня нет машины. Вот и даже если мне подарят машину, она мне вообще не нужна. Николай. Понимаете? Что вы скажете? Да. Потому что я люблю ходить пешком. А вот эти новости, вот это. В Британии 100-летняя женщина вышла замуж за своего молодого сожителя. Отлично. Классно. Не, ну серьезно. А мы что, уже пенсион закончили? Подождите, я еще только не начала. В Великобритании 100-летняя женщина вышла замуж за своего 74-летнего партнера, с которым была вместе уже 30 лет. Ну повезло ей. А на что ты намекаешь? На тебя, да. Да. Во вторник, 16 октября, Нора и Мальком какой-то неважно поженились в гостинице возле своего дома. Понял? У них рядом есть гостиница. Ты понял, да? Я понял, что уже у них возле дома есть гостиница. Ты понял? Нет, у них до начала есть дом. Да. А рядом с домом у них есть дом. В нем не уместились гости, и они решили пойти в гостиницу. Вот мы с Алексеем 25 лет вместе, да. Танцуем. Танцуем. Да. И поем. И поем, да. Танцевали до того, что у них еще дочь растет сколько лет? 11 лет. 11 лет, да. А, кстати, нас и танцы как-то соединили и объединили. Да. Мы там не ходили. Вы сидите рядом даже. О, Господи. Я уже думала здесь как-то отдельно посидеть. Не, но у вас один микрофон объединяет. Витя как-то. Да. Да, вот мы как-то и не помнишь, чтобы мы ходили там на свидание, цветочки, кино, на скамеечки, разговоры с утра до вечера, хореография, танцы, 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 танцы. Нет, так ей сто лет уже. Ну да. Церемония длилась около полчаса. По ощущениям мне всего лишь 20 лет, призналась женщина. По словам... Тебе по ощущениям вообще лет 5 максимум может быть. Ну да. По словам молодой она чувствовала себя чудесно в образе невесты. Ой, слушай, я так замужно хотела. Ты же уже чувствовала себя в образе невеста. Ну ничего, можно еще повторить. У меня дома новое платье, платье мое. А я хочу вам. Ну все, свежая идея. Разводимся, чтобы пожениться. Давай, третий раз можно попробовать. Да, все. Поехали. Да, все. Известно, что пара познакомилась на танцах в 80-х годах. О! Для тех, кому за... Диско, диско, танцы, 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 танцы. Я Масаль, на-на-на-на, помнишь? Да вот под это вот. А вот это помнишь? Джимми, димми, а чад, а вот эти помнишь? На-на-на-на, помнишь? Да, вот это? А-у, та-да. И так вот. На тот момент женщина была дважды замужем и дважды вдоволь. Мужчина разведен. Вот она. Ну молодцы, все-таки. Два этих сердца бились и вот теперь в несонно биться начали еще. Ну да. Возраст не имеет значения. Да. Станцы, говорю, не имеет значения. Танцы рулят вообще. Размер и возраст не будет. Друзья, знакомьтесь почаще на танцах, это здорово. Да. Это объединяет и все, пойду я тоже на танцы. Ну конечно. Да, кстати, кто не замужем или не женат. Да, или и то, и другое. Конечно. А вот у нас, кстати, нет таких клубов знакомств. Я же не говорю про «Сайты знакомств» или «Лап-Лап», еще что-то. А именно, что ты приходишь в клуб, как раньше, танцуешь. Не вот это, а вот дискотеки, вот эти всякие разные клубы. А именно красивая эстетика. Красивая. Отличный, кстати, есть фильм, рекомендую посмотреть, называется «Бау». Он без слов. Без слов итальянский, да. Да. Отличный фильм. Вот рекомендую. Все без слов. Там разные временные отрезки одни и те же все. Конечно. Очень классный фильм. Это все происходит. Язык танца, как они знакомятся. Нет таких, действительно, клубов. Куча всяких там, не знаю, дискотеки, арт-клубов. А вот так, чтобы пришел взрослый человек, женщина, там, кому за 90. В активном поиске. Вот так я. Да. Или, например, как я или как мы все. Да. Николай, вы не в поиске? Да. В активном. Нет. Все. Вы нашли уже. Да. Хорошо. Одеть красивую рубашку, бабочку. Он не только ходит там по красной дорожке, понимаете. Да, да, да. Или там куда-то на день рождения или нет. А так ты пришел, сидишь, седунил, одел куку пачки, обувь. Куку пачки. Вот. Женщина пришла, ночью себе сделала. Кубки накрасила. Вот. Сумочка такая лаковая. Ее так, платьица прикрыта. Здесь все закрыто. Да, да. Прилично, прилично. Прилично. Колен, колен. Они так, вывалила. Куточку сделала. И все. Лесницы сделала. Вау, возьми меня, я крутая. Блин. Вау, все, мы ушли, Сахира. Да. Да. Хорошо. Хорошо. Значит, все теперь должны сделать соответствующие выводы и заниматься танцами, ребята. Да. Молодцы. Следующая новость. Мне кажется, у Николая еще была какая-то новость. А ну-ка. Можно вернуться? Да, давайте, давайте, конечно. Предыдущая новость. Я, когда участвовал в Украине Мои Таланты, Кондратюк, уже когда закончил танцевать, он был к нам, понравился. Сколько вам лет? Ну, я сказал, что уже там, спасись. Он говорит, ну, единственная пакость вы сделали украинскому народу. Подлость, свинью подкинули. Да, да. Что ты? Вот сейчас, говорит, парламент и правительство рассматривается законопроект о повышении возраста. Теперь они скажут, вот посмотрите на него. А он еще как выплясывает и накинет еще десять. Ну, в гадалки не ходи, да. Видите, вы как раз иконой стиля были в тот момент. Да, да. На вас будут сказать. Сравняйтесь себе на Николая, да. Конечно. Да? Вот так вот, а вы же не умышленно оказались? Да? Здорово. Хорошо. У меня, например, есть новость про пива, но я могу одолжить кому-то эфирное время прежде. Ну давайте, давайте, значит... Не да, вот прочитайте какую-нибудь новость интересную. Что там еще какую у вас? Про японца можете. Да, давайте вы уже потом. Президент, у нас востоковед такой. Китай зовут, говорит про японца. После пересадки сердца от мужчины... Я хотел вам новость. ...50-летняя британка неожиданно полюбила пиво. По пиву. По пиву, по пиву. По пиву, по пиву. 50-летняя Шерон Уильямс остановилась прямо на глазах ее души. Хорошо. Врачи сумели реанимировать женщину, но предупредили, что она вскоре может умереть снова и на этот раз окончательно, если ей не сделают пересадку сердца. Шерон повезло. И уже спустя 4 дня для нее нашлось донорское сердце. А после как Шерон очнулась после операции по пересадке, она вдруг поняла, что очень хочет выпить пиво. О, да. Хорошо, хоть была лайка и не потребовала. Да. Оборвалка такую, да? Оборвалка. Шерон очень хотела выяснить, кто именно стал донором сердца. Но все, что ей удалось узнать, это, что он был мужчиной и служил в армии в Ираке. Сейчас тяга кивов и запах шерстяных носков уже не беспокоит шерона. И она думает, что это потому, что солдатское сердце наконец привыкло к новому делу. Это новость по Булгакову, понятно. Вообще-то. Ну, лучше, да. Лучше, да. Так что, если вы заметили какого-то алкоголика, вы не считаете, что это он сам пришел к этому? Наверное, ему кто-то пересадил сердце. Он-то в этом не виноват? Конечно. Конечно, да. Это все и гороскопы, и сердца, но только не он сам. Да. Ну, такой редкий случай, потому что обычно люди, когда там напиваются много пива, они уже там... А можно пересадить сердце на, допустим, миллиардеров, и вдруг я разбогатею через, там, год? Ну. Представляете? Вот я бы в этом не сюда вот мысли ушли. Проснулся после пересадки и очень захотел денег. Да, да. Да. Не, в сердце дельфина такой раз, брыки сразу в воду и не нашли. В машине захотел плавать. Да, да. Жанры проросли, да, и все, нормально. Не, подращать еще. Будьте внимательны, пересадка и сердце, да. Ну, да. Лучше пересадки на остановках делайте, а пересадку и сердце, да, да. Потому что люди, которые чрезмерно пьют много пива, то они больше уже хотят сердце пересадить. А тут наоборот, сердце пересадили и пива захотелось. Тут интересная ситуация. Так что берегите себя и свое сердце, а то мало ли что, потом может захочется еще. Так, окей. Ты имел ввиду сейчас, мало не пейте? Ну, пейте сразу по 3 литра. Угу. Так, япония. Иван, давайте в Японию заглянем, друзья. Давайте. В Японии компания награждает своих сотрудников за то, что они хорошо спят и не награждает за то, что они спят плохо. Многие руководители компании прекрасно понимают, а немногие руководители прекрасно не понимают, как важен для сотрудников полноценный сон. Потому что правильный отдых существенно повышает производительность труда. Да. Компания по планированию свадеб Crazy из Токио недавно удивила своих работников необычным нововведением. Сотрудникам нужно установить на свой смартфон приложение, которое по сути является анализатором сна. Телефон помещается в кровать рядом со спящим человеком. И программное обеспечение в течение всей ночи отслеживает движение тела во время сна, а также продолжительность и глубину самого сна. Вот так вот. Тут уже не по-телефон. Серьезные вещи, да. Так он, по-моему, не маленький этот телефон, да? Видишь, они акцент сделали. Телефон помещается в кровать. Угу. Какой-то специальный телефон для отслеживания сна. Да, это телефонистка какая-то. Телефонистка какая-то. Телефонистка? Телефонистка. Ну, скорее всего... Да, да. Тут немножко завуалировано. А как тут спать спокойно. Вообще, это провокация. Предоставив руководству данные со смартфона, сотрудник показывает, что не нарушал режим и ночью спал спокойно. А не предоставив руководству данные со смартфона сотрудник показывает, что нарушал режим и спал неспокойно или даже нервно. За правильный сон люди получают баллы, которые потом помогут потратить в офисной столовой. А за правильный храп? Да. Для начала нововведение было запущено в тестовом режиме, но очень скоро стало действовать на постоянной основе. Теперь сотрудники стараются ложиться спать вовремя, чтобы потом сэкономить на еде и напитках. Да. Да. Храти во сне и кушай много днем. Хорошо. Утро началось, я по кофе. У меня мацион. Ну, в общем, как всегда, эти предприимчивые японцы находят такие интересные вещи для улучшения производительности труда. Какие интересные вещи. Тут написано необычное нововведение. Они опять что-то ново ввели. Ну да. Им бы что-то ввести куда-то. Телефонистку в кровать. Кровать, да. Поместить. Незаметно. Незаметно. Изматывают эти бедного и плоского рабочего. Режим же был нарушен. Спал неспокойно. Или даже нервно. Да. Нервно похрапывая и посвистывая. Не, я когда похрапываю, это очень спокойно. Да? Ничего нервного. Конечно. Это про... Ну, абсолютно. Ты даже когда не спишь, купишь, похрапываете. Да. Похрюкиваете. И наслаждаться этим. А, не та телефонистка. Не та телефонистка. Он же не спокойно. Ну, правильно. Видишь? Ну, да. Нервная, наверное. Нервная. Нервная. Ну, собственно, компания по планированию вот этих свадеб называется Крэйзи. Да. А, ну тут уже очень сказано. То есть они как-то, ну, это их, как это сказать, азимут, да, направление. Ну, мощный вектор. Ну, это неправильно в любом случае. Да. Ну, да, с Канадой взаимодействует они не плохо. Да. Ага. В общем, высыпайтесь, друзья, и производительность труда будет очень замечательной. Получаете баллы, да? Да, баллы. Ходите, да, там, может, вам будут какие-то котлеты выдавать еще. Телефонистов хороших. Дурят они своих этих сотрудников. Знаете, я думаю, что сейчас наши люди прослушают такую новость и будут спать с утками. Да, или с гусями, например. Лучше с телефонистками. В ожидании своих телефонистов. Телефонистами с утками. А вот у нас баллы не дают. У нас тут они рано просыпаются и шумят потом. С курами будут. Сходил на танцы, выпил вина. Нашел телефонистку. Ну, все, все как-то сфорит. Нашел напарника для доминала. Она уже покурила к этому моменту. Да. Да. И все. Главное, не начать готовить рыбу. Жизнь удалась. Начинаем. Да. Окей. Так. Ну что, Олег Анатольевич. Давай ты. Что? Все равно. Нет, камень, ножницы, бумага, кстати. Уже? Да, поехали. Сейчас будем решать, кто. Давайте камень, ножницы, бумага. Ты считаешь, мы сражаемся. Давай. Давай, Леша, ты. Да. Мы поем розыгрышу дедного. Камень, ножницы, бумага. А, как это было в детстве сейчас. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, бумага. Еще раз. А ты не говори, бумага. А, три, раз. Нам на то знать нам нужно. Ты не говори. Это палево жестко. Ну да. Мы же на юмористическом шоу. Поехали. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Все. Ты проиграл? Он просто не успел ничего показать. Я буду честно. Не, он вышел, он тебя обогнал. Ну хорошо. Читай. Китой, я? Да. А, побыстречку, легко. Так надо выбрать, что я. Давайте пойду. Что-нибудь. О, про лишний вес. Как раз про меня. А, ну-ка. Я вот всю жизнь мечтаю вот как-то немножко пополнять, но ничего не получается. Ну было, конечно, 180, я помню. Был. В Греции. В Греции вышел необычный запрет, касающийся туристов с лишним весом, то есть с толстиками. Министерство греческого сельского хозяйства издало постановление, которому, согласно хозяевам ослов, которые катают на них туристов, запрещено катать туристов с весом более ста килограмм. Какой осел должен быть? Кривоногие ослы там уже после кабанов такие. Особенно это постановление коснулось острова Санторини. Ты была на Санторини? Вот только Санатри была. Одни ослы там, можно сказать. Одни ослы. Санторини, да. Известно по своей холмистной местности. Дело в том, что знаменитым ступенчатым санторининским районом не могут добраться традиционные транспортные средства, ну типа машины, велосипеды и все такое. Поэтому ослы на нем традиционно используют для перевозки людей. Ну, конечно. А кого же? Под ослов. Ослы маршрутки. Интересно. У нас тут, наверное, столько. Передайте заднюю. У нас туда в Одессе столько ослов. В смысле? Да, да, да. Причиной этого запрета стали обращения со стороны защитников животных, которые говорят, что из-за катания туристов с лишним весом у ослов на спинах остаются глубокие раны и травмы. Ну да. Берные войсники. Да, там же с ним цепляются всякие. Помимо этого, на острове запрещено эксплуатировать больных, раненых и беременных ослов. Никогда не знал. Беременные ослы. Диослины едят. Остра. Остра. Да. Слы беременные, это все равно. Ну это, на этом острове. Это сказочный остров. Это Сантори, не надо ехать туда срочно, если покупаем билет завтра. Нет, опасно, если... Отдельным пунктом прописано, отдельным пунктом прописано абзац, что все животные должны получать свежую пищу и чистую воду. Ну, это известно. Все животные должны получать свежую пищу и чистую воду. Все вообще животные. Вот эти хизаевые, типа, слова, они относятся к животным или нет? Ну, конечно. Все животные должны получать. Ну, у них, наверное, есть чистая вода. Мы же тоже где-то животные, понимаете? Ну да. Не, ну те некоторые, наверное, могут пожалеть своего осла и сами повезти пассажиров. Видят, думают, жалко, ослика, повезу этого кабанаска. Зачем эти травмы? Шрамы на ткани потом у осла. А сам его на спинку закинуть? Или наоборот, допустим, осел беременный. Чего же я его напрягать-то буду? Еще и больной, и раненый. Три в одном. Да. Понесу я сам. Я тяжко раненый. Да, стоит этот турист 120 килограмм. Да, он берет дрын, допустим, он побежал. Все, осла жалко, и все, беременного. Я осла видел последний раз в зоопарке. Вот, да, мне кажется, что тут что-то они там. А, Николай, вы видели осла? А беременного? Ослов, беременного. В Казахстане. Я работал в Казахстане. И вот у нас был такой офис, одноэтажное здание. И летом всегда открывали окна, потому что жарко очень сильно. И каждый день на обед приходил осел и совал свой морг на офис. Мы же его подкармливали. Может, возьмете на работу, да? Это был голодный осел. Сотрудники. И он каждый день в обед, морду срвет. Ну, раз и каждый день новое заявление подает. Голодный осел. На работу. Отлично. Прошу принять. Общественные оселки. Да? Ну, чем кормили? Ну, то, что я имел. Да. Вот, кстати, я родилась в Узбекистане, в Ташкенте. Там хороший транспорт. Серьезно, вот я сама каталась на осле. А давно были уже там? 20 лет назад. Ну, как уехала из Узбекистана. А я тоже каталась на осле. Мне так было нравилось. Наверное, такой хороший ослик такой. У тебя там вот это... А разговаривает еще, да? Да, и разговаривает. Пел, наверное, где-то на левом свете. Ну, ему чечетку легче бить все-таки. Там, где чечетка лежала. Да, он послушный такой. Ну, туховатенький, но он же осел. Он хороший такой. Я соскучилась за своим ослом. Вот твой осел, сиди рядом. Вот он, вот он. Обнимитесь, обнимитесь. Браво, браво. Так они быстрые, там, да? Километрах 70 час могут так выписать? Ну, не знаю, ну, так-так-так-так-так. Вот так где-то, да? Так-так-так, да, с песенками. А, ну, хорошо тогда так. Да, с дистанцами. Да. Так, Олег Анатольевич. А, у нас же музыка должна быть. Да? Да. У нас 5 минут. Давай еще поймем. О, и 3 новости. А-а-а. 1. Ну, что, я тоже Востоком займусь. Да, да, да. Ну, поехали. Позитивьте, Пайк. За плохую работу, позитивненько, китайцев заставляют бегать по улицам в труселях. Ну, правильно. Отлично. Ну, вот бы у нас заставляли. Без. Семейных, одни на двоих. Что бегает. Стоишь, так куришь на улице внизу, там, под терминалом. Да? О, плохой побежал человек. Да. О, плохая сотрудница. А это, наверное, офис-менеджер. Опять, кто полетя и убежит. Мне кофе плохо сварила, понимаешь? Ну, ну. Не то наксерила, зараза. Наксерачила. Наксерачила. Сотрудники одного из фитнес-центров в Китае продемонстрировали плохие показатели в продажах. В качестве наказания руководство заставило их бегать по улице в трусах. О. В забеге приняли 40 плохих продажников. По их словам, избранная мера наказания заслуженная, поскольку не оправдали ожидания. Ну, прости, господи, дебилы. По-моему. Ну, знали на что-ли, ребята? Нет, так, наверное, не сильно их предупреждали. Вот вы продали, они думали. Да. Думали, какое наказание, значит, изобрести. Вот следующий обзор начинается. Женщины, не выполнившие норму, не бегали. Они должны были отжиматься. О, круто. Класс. В трусах или как? Не отжиматься на нарушителях. Отжиматься на нарушителях. Нет, так они в этот момент бежали. Ну, прибежали, и все. Упал, а... За сум. Да. Побежал, отжался, побежал, отжался. То он уже, как этот самый... Говорят, упал, отжался. Тут упал, а на тебе отжался. Те пока бегали, мужики, значит, 40 человек, да. Девчонки из Канады им прислали, покурили, так? Да. И эти прибегают, и они уже такие расфантазировали. С селезкой. Ты, значит, давай вот так вот сейчас. И вот они там порассказывали им, как как бы... Ну, дело, некоторые успели и похрапеть, поспать, например. Как я бы... Ой, я бы с удовольствием, да. А, еще руку достать из горшка. Ну, да. Золотой рыбкой. Да. Я тоже отжимаюсь время от времени. На одной руке, как обычно? Да, обязательно. На ноге. О, и? На пистолетик. Так, и что дальше? А дальше, ну, просто какие-то выводы. Подобные меры в отношении сотрудников не одобряются законодательно, однако это не является препятствием для работодателей. Директора компаний, чтобы воспитать своих подчиненных дисциплинированность и повысить работоспособность, зачастую прибегают к наказанию. Ну, какие-то восточные такие... Да. Заставляют подтягиваться. Извергиваться. Вот сюда. А на второй раз можно на мешок картошки еще привязать. Не, с другой стороны, для здоровья-то оно хорошо, конечно. Да. Ну, как-то в труселях, я сейчас... Как это представить? 40 труселях этих, китайцев в трусах бегут. Ну, там среди полтора миллиардов там оно незаметно будет. Не, не, не. Паришлевск представит себе такое. Плохо работали на седьмом километре. Плохо работали, мало продали. Все, побежали, ребят. Прямо с седьмого начали. Ну, и ты как раз опять эти, блин, седьмого бегут. Да, пробки по городу. Да, было бы хорошо так. Может, на кого-то это и подействовало. Надо такое предложение для директору нашего совещания. Толчка. Седьмого километра. Построил китайцев, объявил, так, ребята, трусы, значит, покрасивее, кто хочет труселя, продаются у меня. Сразу бизнес сделал. Так, случайно можно и вьетнанцев под эту фишку затянуть. Не будут разгараться. Особо разгараться не будут. Поставить им какую-то. Да, у нас мало людей, которые отличают вьетнамский язык от китайского. И могут всех туда забрать. Ну, я задавлю вам. В любом случае, дамы и господа, я, например, могу сказать, что отжимайтесь, не отжимайтесь, но танцами заниматься нужно. Потому что, ну, отжиматься как бы сложно, когда с картошкой там всем-нибудь еще, но вот танец. Вот ходите на наши танцы и будете здоровы, и не надо вам будет переговорить. Отжиматься танцуя, это вообще, наверное, круче всего. Я вот, я пока еще не пробовал. Мы еще пока готовимся, мы вот хотим пойти на танцы, учиться танцевать вот. А, о, классно. Да, вот хотим. Пойдем на эту, чечетку, да? На степ, на чечетку, что ли, четко, на чечетку, да? Четко, чтобы было все четко. Четко, и у всех, чтобы было в жизни все четко. 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 Хорошо. Ритмично. Да. Позитивно. Чтобы все выглядели эротично. Да, обязательно. В курселях. Да. Китайских. И чтобы бегали подальше. Хорошо, друзья. Будем завершать тогда на сегодня нашу передачу. Об этом нельзя не рассказать. Все, что успели, мы рассказали. Какие-то новости еще остались. Но в следующей передаче, я думаю, мы продолжим и будет еще о чем рассказать. В следующей передаче они еще начутят. Да. Там знаешь, сколько народов. И китайцы, и индусы, и японцы. Там они уже стоят в очереди. Но хочу заметить, что в сегодняшней нашей беседе китайцы заняли первое место. Потому что чаще всего встречаются. Они и в мире чаще всего. Конечно. Есть у нас французы, есть британцы, но китайцы. Есть даже японцы с селедкой. А, китайцы. Китайцы. С селедкой, да. Ну, задали тон, конечно, канадцы молодцы. Обязательно. Это так. Куряги. Куряги эти канадцы. Правильно. Ну, не покуришь, не поедешь. Они же легализовали. Да, да. Не покуришь, не поедешь. Мы вот покурили, и вот так вот. Час как пять минут пролежали. На след. На след. На след. Хорошо. Ведите здоровый образ жизни, друзья. Танцуйте. Кто захочет, например, заняться степом, фламентой и другими красивыми танцами, обращайтесь к Алексею. И, ну, ко всем нашим гостям. Знакомиться, опять же, вы тоже получали. Да. Бабочку одел. Уйди с красной дорожки и иди так вот. Да. Иди знакомься. Да. Будь социально активным и вообще активным. Будь социально активным и вообще активным. Да. Своего и шага осла привяжи. Да. Ну, мужа, в смысле, вы имеете в виду. Ну, мужа. Да. А ты с кем-то познакомься с другим. Познакомься, да. Не в интернете, а вот так вот. Да. Люди перестали общаться. Вот эти вот Apple, всякие яблоки с Samsung. Да. Трагедия. Перестали общаться. Хорошо. Николай, спасибо вам большое. Я за что. Огромное. Все. Все, друзья. Всего доброго. Будем прощаться. Мы даже не покурим? Ну, покурим. Нет. После передачи. Ладно, ничего себе. После передачи не курим. Ну, все, прощаемся. Несколько видов. Да. 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 До следующей недели. До следующей недели. Пока-пока. Все. До свидания. И квитатель. Тысяч. Телефон. Так, это... Это...